не читал он давайте селинджеры кстати отверженных я я мало и мало литературы читал вами короче взяли закинули топ книг виктор гюго отверженные его бы не читал google просто круче солярис 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 конечно так обе не читал пару пусть будет хотя убить пересмешки вроде ничего о преступлении наказания и заводной апельсин обе читал эти могли бы далеко пройти заводной апельсин конечно блять портрет дарьяна грей это та хуйня который я читал и так который я ненавижу просто осуждаю презираю портрет дарьяна грея говно чапаева пустоту не читал но но читал частично читал фрагментами чапаев пустота пизжи очевидно просто все что угодно пизжи голдинг повелитель мук пытался прочитать не то чтобы не осилил времени не было в то время толки он читал полностью блять белый клык да иди нахуй просто ну джек лондон кусок говна простить нечитабельно по моему все что у него читал тем более белый клык от такая залупа я в детстве пытался это говно прочитать просто говно робинтона круза в детстве тоже пытался прочитать и прочитал это не самая интересная книжка написан тоже довольно скучно и грустно и печально но это хотя бы читабельно марсианские хроники не читал и только поэтому гесса со степным волком здесь проходят у гесса по моему есть более пиздатые романы тот же ситхарха лучше на несколько порядков степного волка игра в бисер намного лучше и ситхархи и степного волка степной волк мне кажется наоборот слишком такой бытовой приземленный обыденный какой-то знаете то есть как-то так окей игра бисер просто самая трудная хоть и пиздата да она интерес это интересное произведение это просто интересное произведение понимаете в чем дело вот она уникальна она уникальна она интересна вот первое не читал 2 читал очевидно ну и данте в топе не читал ирвинга простите на ричарда баха я читал тут как-то так стивен кинг с и темной башней против пены дней бориса виана я не читал пену дней и не читал тоже я просто смотрите давайте так где ну про про все эти книжки я слышал про все эти книжки в основном слышал по большей части да я буду отдавать предпочтение той книжки который я не читал но который я бы потенциально хотел прочитать больше если попадаются две книжки которые я не читал вот так правило здесь такое есть две книжки я их не читал выбираю ту которая хотела прочитать больше здесь конечно сирина хотя беги то может быть три мушкетера читал но честно говоря смотрите лучше смотрите лучше ну то есть фильмы лучше интереснее потому что дюма довольно нудно пишет на мой взгляд и против герберта дюн и дюну я не читал но в принципе я не против попробовать бы почитать дюну честно говоря три мушкетера мне не очень книжка нравится я бы дюну выбрал но я серьезно несмотря на то что я не читал собачье сердце против камень чума обе читал кстати заметьте удивительно что я обе читал я небольшой чтец художественной литературы и обе хорошие чума правда более унылая такая темная мрачная и скучная кстати одновременно с этим собачье сердце поинтереснее безусловно это кстати одна из тех книг которые булгаково на мой взгляд делает прям ну неплохим прозаиком по крайней мере очень хорошим прозаиком даже вот изучаю ли я религии но не то чтобы прямо изучаешь не религиовед вот из религии наркоте буддизм блин чума камю хорошая но очень унылая очень долго и тяжело читается как и почти вся проза камю который я читал что там посторонний на и вроде постоять я читал чуму и постороннего до собачье сердце она легче она проще идей на лучшую но и в целом мощно отель войнич о вот не читал томас харрис красный дракон фильм по красному дракону смотрел похуй без шансов мастера маргарита блять ну давайте так по лучшему атласу я смотрел фильм то еще дресня мастера маргарита читал и не один раз пойдет но я не фанат конечно оба не читал жестяной барабан против шума и ярости ну жестяной барабан я может быть почитал бы стивен кинг зеленая миля моем бремя страстей человеческих скорее всего после прочтения мне бы больше понравилась зеленая миля по зеленой миле я фильм смотрел типа терпимо хороший фильм нормальный неплохой фильм вот шел нахуй онегин ты ты просто онегин идет нахуй сорян автоматически это говно просто говно это просто говно говно просто говно говно блять это то же самое что там выбрать между фаустом гетто допустим и мыльной оперой в которой там не знаю ну вы поняли таким кизи поющих терновики я покину кизи прочитала фрагменты я читал фрагменты норм пушкин салженицын архипелаг гулаг он хотя бы не про это не про хуй сосов и пидорасов которые там влюбляются разлюбляются там стреляются и так далее вот так плохо что даже салженицын выбрать да так плохо что даже салженицын выбрать потому что архипелаг гулаг это хотя бы про что-то не такое тривиальное как евгений онекин евгений онекин его чисто дно. Это даже, ну, на мой взгляд, это не лучшее произведение Пушкина даже. То есть на Евгении Онегина люди дрочат просто тотально и абсолютно. Хотя... Ну, хотя, блядь, ну, серьезно, она очень плохая. Тургенев пусть будет. Ну, нихуя себе русский автор выиграл. Моби Дик или Белый Книт Прикрит против Хроники Амбера. Бля, насколько я помню, в Моби Дике дохуя описание китов всяких. Я думаю, это было бы очень скучно читать. И фрагменты из Моби Дика я читал, и мне было очень скучно, честно говоря. Хроники Амбера я тоже читал фрагментами. К сожалению, со многими книжками мне приходилось знакомиться фрагментами. Вот. Моби Дик скучная хуйня про китов, хотя легендарное произведение. Да, Хроники Амбера я фрагментами читал. Там есть интересное рассуждение. Там что-то про онтологию даже помню было. Короче, из того, что я бы здесь хотел прочитать и потенциально, скорее всего, прочитаю, это все-таки Железные Хроники Амбера. Вот скорее я вот сюда склоняюсь. Моби Дика я не осилю. Маленький принц на игле, ну, блядь, маленький принц, топовая книжка. Она, кстати, пока претендент на победу. Мех. Ну, блядь. Блядь, блядь, ну, блядь, как из этого выбрать? Что, что одно, что другое, сука? Какая-то хуйня про драконов слева и справа, унесенные, блядь, ветром. Я, блядь, помню, с фильма чуть не заснул, когда его смотрел. Я бы ничего из этого не хотел бы прочитать, ни на сколько вообще, честно говоря. Ну, ладно. С драконов я хотя бы не засну, как минимум. Я помню, я чуть с фильма не сдох, простите. Братья Стругацкие, понедельник начинается в субботу или 12, сто лев, двенадцатый лев. Гюгочи, а, ну, блядь, ну, вот это гениальная хуйня, насколько я помню. Я её даже читал тоже фрагментами. Парфюмер, фаус, клик. Блядь, а вот это, типа, очень похожие штуки, как я помню. Он ассоциируется, как очень похожие парфюмер, коллекционер, хуй знает. А, вот. Ну да, мне просто ближе всякие фантастические штуки, Андрей, поэтому я и выбрал драконов на самом деле. Знаете, парфюмеры? Здесь просто без разницы. Хуй знает. Станислав Лема, Дэм, даже не слышал про Эдем и Прислуга. Ну, Лема я бы, скорее всего, взял бы. Собор Парижской, блядь, ну, Мартин. Причём, смотрите, оба произведения написаны одинаково душно, одинаково душно, но, понятное дело, что второе лучшее. Ремарковый, блядь, ремарк, иди нахуй. Просто нечитабельно. Блядь, ремарк, иди нахуй. Блядь, ну, нет. Нет, блядь, я не хочу выбирать ремарк, это зашквар. Я не люблю ремарка, простите. Ну, блядь, мраками, сука, норвежский лес, да блядь. Ладно, ремарк, иди дальше. Ремарку можно. Хакс и Дивный Новый Мир. Блядь, не, Грозовой Перевал нечитабельно. Нечитабельная хуйня. О, Шарлотта Бранте! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Лолита, конечно. Лолиту читал, Лолита годная книжка. Шарлотта Бранте, как вообще, блядь, сёстры Бранте, блядь, просто нечитабельно писали для меня. У меня психика просто взрывается. Просто сразу, как только я беру кого-то из сестёр Бранте, просто из жопы разрывается на куски от того, как они предложения составляют. Просто вот эти вот, блядь, вот эти вот, сука, нахуй, предложения вот такого вот размера. Тут действительно, Лолита прям на несколько позиций. Так. Это посторонний? Я, блядь, по-французски? А, да, посторонний сверху написано, действительно. Так, Кемингвей, ну, блядь, ладно, пусть будет посторонний. Пикник на обочине, идиот. На тест? Ну, сколько хотите, столько... Ну, давайте 200 где-то. 200. На 128 пунктов пойдёт 200. Идиот против Пикник на обочине. Блядь, я не читал Пикник на обочине. Идиота я хотя бы листал нормально. Шелок Холмс, Лисия Нара. Лисию Нару не читал, даже не слышал о ней. Блядь, гордость и предубеждение идёт нахуй. Джейн Остин, прости, я такое не читаю, не для меня. Великий Гэтсби ещё куда-то мне шло. Великий Гэтсби, это хотя бы, знаете, про наше мужское горе, так скажем. Хотя тоже хуйня, по факту. Блядь, я сто лет одиночества Маркеса не читал, но... Честно говоря, лучше бы я наоборот. Лучше бы я Маркеса прочитал, чем Орела. Ну... К сожалению, я выберу Оруэлла, потому что я его читал. Ну, блядь, не. Не, Атлан не расправил, блядь, сегодня пречи. Атлан, заправляй обратно, иди отсюда нахуй. Короче, не, не пойдёт. Хан... Ну, вы поняли. Беккет, в ожидании года, Крёстный Отец. Не знаю, ладно. Мы замятин против Демиана Гёса. Демиана я не читал, кстати. И мы я тоже не читал, но я бы мы хотел почитать. Не читал вторую, Мартина Идена пытался, мне не понравилось. Но всё же. Граф Монт... Ну, блядь, ну, Мара Граф Монт-Кристо. Так. Доби не читал. Давайте Золотого Телёнка. Блядь! Сука! Чё за хуйня? Это финал! Это был бы финал! Это финал, блядь, должен был быть. Всё, это должен быть финал. Лучшей книг в мире просто нет. Это должен был... Это финал должен был состояться такой. Простите. Фауст против Алисы. Это реально финал. Это просто финал, блядь. Но это финальный должен быть раунд. Я извиняюсь, это пиздец. Кринж. Ну, Фауст моя любимая поэма. Мощнейшая, сильнейшая. Алиса охуеннейшая сказка. Серьёзно, Алиса охуеннейшая сказка. И стилистически она очень классно написана. То есть, Алиса прям вообще мне крутая. Конечно, выиграет Фауст. Вы понимаете, что Фауст выиграет, да? Тут философия, тут там глубина, тут Мефистофель. Самый классный за всю историю, собственно, поэзии и прозы. Ну, Алиса, она прям вот в финале могла быть. Прям вот. Я пока не видел ничего, что с ней здесь могло бы сравниться. Ну, Данте только если. Блин, ну, стендаль, я хз. Да и здесь ещё больше хз. Камера обсурдии не читал. Спасибо, парк. Госпожу Бавари не читал, Ведьмак. Получается. Цветы для Лжона не читал. Продолжаем. Блядь, ну, Айвенга пусть будет. Ну, Лев Николаевич Толстой победит, конечно, безусловно, просто я его читал. Паркерского периода, понятное дело, не победит. Даже если бы я прочитал, вряд ли бы победил, но окей. Обе не читал, плевать. Вообще плевать, что бы я хотел здесь прочитать. Театр не читал, нечто обе не читал, обе их не слышал. Моем пусть будет. Блядь, ну, без шансов. Без шансов. Ну, всё-таки, Братика Ромазова лучше Роман Достоевского, на мой взгляд. Наиболее философски наполненный, наиболее глубокий и, в принципе, читабельный. Его бы порезать процентов так на 80, да, и мог бы получиться охуенный текст, который бы мне прям понравился и был бы топовым. Если бы срезать там предысторию, там вот это, что там, короче, у Достоевского начальная экспозиция в Братьях Карамазовых, там, на 1,9 всей книжки, это пиздец просто полный, так нельзя. Ну, то есть, вы знаете, как люди ненавидят экспозиции обычно, блядь, у него просто хуй, хуйнула экспозицию на 1,8 и 1,9 книжки, чисто по фану, блядь, ёбнул. Да. В общем, в общем, если Братья Карамазовы были более лаконичны и были бы более утончены в этом плане, меньше текста, короче, было бы меньше предыстории, меньше всего этого дрочего, дурацкого, никому не нужного, Братья Карамазовы были бы очень хороши, на мой взгляд, был бы мой, ну, один из моих любимых романов был бы тогда, наверное. Но, к сожалению или к счастью, ну, кстати, здесь обе неплохие, наверное. Здесь обе неплохие. Да, шуе, я и говорю, в этом и проблема многих русских писателей, потому что они писали до хуя, до хуя писали, соответственно. Вот. А толку, от этого ни хуя, как бы. Стокер Дракула против Прустова в поисках утраченного времени. Ну, Дракул я в интерпретациях разных смотрел, интерпретация хорошая, вот в поисках утраченного времени я прочитать хотел. Улиса я читал. Не скажу, что понял и помню, но читал, годнота. Имя Розы Уберто Эку я листал, тоже хорошее произведение, жалко, что я не смог его прочитать. Обе книжки я бы хотел перечитать еще разы, несколько раз даже, может быть. Если бы я знал, что у меня есть бесконечное количество времени, и я смогу и читать, и писать, и все остальное делать, и я все в этом мире успею, я бы несколько раз перечитал бы эти книжки обе. Обе хорошие. Имя Розы полностью не читал ни разу, Джо Джойса читал, но вот, беру. Ну, не, не люблю. О! Нихуя себе баталия! Давайте задумаемся немножко. Ну, вы все равно оба слетите, что тут думать на самом деле, как бы, Гарри Поттер против Ведьмака. Ну, реально борьба равна, но тут как бы это, шо одно, шо другое. Обе неплохо, оба написаны простым языком. Не то, чтобы обе книжки, обе серии книг, не то, чтобы очень умные, серьезные какие-то. Хорошие фэнтези, и там, и там. Оба слетите по итогу в финале Гарри Поттер и Фауст, ну, хуй знает. В Гарри Поттере фантастики, наверное, побольше, больше оригинальных всяких моментов. Ведьмак, ну, прям, ну, местами очень дефолтная фэнтези, на самом деле. Ну, Гарри Поттер поинтересней, пофантастичней, блядь, ну, вообще без шансов, иди отсюда. Э, пошел нахуй, Марк. Без шансов. Да, похуй, темную башню, может быть, прочитал бы. Ну, блядь, Степной Волк, говно, ну, простите, я люблю Гёссы, у него есть хорошие книжки, Степной Волк мне показался говном и разочарованием. Робин Глэн Круза еще куда не шло. Скучно читается, но хоть как-то, заводной апельсин, без шансов тоже. Ага, очевидно. Бля, ну, если бы я отверженных читал бы, хотя бы, хотя бы фрагментами я читал, но там дико скучно было, да. Поскольку читал Чайку. Это понятно, Даш, это понятно. Солярис, Солярис, Солярис. Понятно, тоже здесь очевидно. Ну, отцы и дети я читал, идем дальше. Толкины я читал, идем дальше. Ну, Дюны идем дальше, очевидно. Собачье сердце, идем дальше, очевидно. Ну, блядь, Гюго, конечно. Человек, который смеет, это реально охуенная книжка, Гюго. Дюма. Блядь, Графа Монте-Криса. Давайте честно скажу, я его не читал, только фрагментами листал, очень, очень толстенько, так скажем. Процесс читал. Очевидно. Блядь, я не читал мы. Я не читал мы, сорян. На меня? Ницше, скорее всего. Ну, Даша, давайте, давайте, давайте замечу, я, я художку читал, только в школе, по большей части. И если я во взрелом возрасте читал художку, это обычно та художка, которая, ну, прям, ну, вообще, я уверен, что мне понравится. Вот Кавку, я вот прям думал, да, мне понравится. Я его прочитал в более-менее зрелом возрасте. Не считая, кстати, поэтической всякой художки, я поэмы читал чаще. Вот, а вот мы я не читал, я не могу сказать. Война и мир, она хотя бы будет дальше, ну, Великий Гэтсби, понятное дело. Ага, ну, очевидно, Фауст, это финал, Лайвенга, ну, блядь, мертвые души, конечно, какой нахуй Лайвенга. Гоголь-ревизор против... Ну, Гоголь-ревизор пусть будет, что? Лали... Так, против собора Парижской Богоматери. Давайте так! Давайте так! Давайте так! На мой взгляд, нарратив собора Парижской Богоматери более сложный, комплексный, серьезный и многогранный. То есть, сама нарративная составляющая, она более сложная и крутая, чем в Лалите. Но в Лалите стилистика прям дико тащит. То есть, стилистика Гюго это ад, это, блядь, пытка. Ты садишься и ты просто читаешь полотна, тексты, мысли, блядь, персонажей, их нахуй описание. Кто там чё, где, блядь, думал, сосал, ебал, блядь, и ты такой, ёб твою мать, зачем я столько времени трачу? Я пришел книжку, блядь, для развлечения почитать, хули? Хули ты, блядь, хули ты нахуй, да? Но при этом, серьезно, Собор Парижской Богоматери это серьезное, многогранное произведение с охуенным сюжетом, там все четко, хорошо выстроено, классно, это хорошая работа. Набоков ебет во все щели Гюго с точки зрения стилистики. Набокова читать легче, Набоков намного приятнее пишет, в Лалите особенно. То есть, ты читаешь, ты цепляешься и ты в ней тонешь, соответственно. Ты можешь это хорошо и долго читать. Ну, память Собор Парижской Богоматери, потому что мне похуй на стилистику в основном, плюс-минус. Да, Шадов, который все это время жалуется на стилистику, ему больше похуй на стилистику, чем на содержание, прикиньте. Все-таки по содержанию Собор Парижской Богоматери сильнее, да. Стендали не читал. Лема бы лучше бы прочитал. Бекета не читал. Повторю, если бы братья Карамазовы были бы сокращены раз так и так в миллион, ну ладно, не в миллион, раз так и так в три раза, в три раза сократить братьев Карамазовых, там, ну, меньше экспозиции, меньше описаний, там, меньше вот этой всякой хуйни. Топ. Топ. Охуенно. Замок идея лучше. На мой взгляд. Статьи у Набокова охеренные даже, согласен, я их тоже читал. Особенно там, не знаю, лекции, мне больше лекции на самом деле нравится Набокова, где он критикует других авторов, вот это годнотища прям. Да, в замке идея лучше, все же, я замок возьму. Написано одинаково, скучно и там, и там. Короче, Достоевский спецом влияет, думаю, не спецом, просто тогда можно было так писать без всяких санкций. Сейчас так сложнее писать, как Достоевский, и тем более, как Толстой. Сейчас такое продать сложнее будет. Достоевский доминирует, потому что его учат в школе. И все такие, ну охуенно, что читаем, да, Достоевский классика, великая, замечательная. А на очевидные, неочевидные, ну по крайней мере, недостатки люди стараются закрывать глаза со временем, особенно образованные. Молодые-то школьники, которые впервые читают Достоевского там и Толстого, они все, говно, скучно. Это реально здоровая реакция человека на такие тексты, потому что тексты написаны максимально таким образом, чтобы их было сложно читать. Вот. То есть, много воды, много неинтересных нюансов, да, то есть это какому-то мега задротистому задроту, мега такому гекану читательскому, реально будет интересно во всех перипетиях всего этого говна разбираться. Там, не знаю, Ваня Карениной, кто там, где, кому приходится, какой там нахуй быт у этих долбоебов был, там, что, где там, сервиз, где, блядь, стоит, хуиз, карниз, блядь, и все вот это. То есть, ну, реально, какому-то гиковскому, конченому челу, которому делать нехуй просто, на самом деле. Но может сложить текст, а мозг развивает. С другой стороны, структура тоже может текст развивать мозг. А чем у вас выше, в кавычках, сложность, то есть, чем больше у вас лишних, гигантских, вот этих вот, обоссенных элементов, текст элементов, тем структура проще-то, на самом деле. То есть, вы можете написать лаконичный, сложный, структурный текст, который будет маленький, легко читаться, а можете написать вот такую вот хуёвину. Да-да-да, но Каренину вообще до рассказа сократить можно и будет заебись. Согласен. То есть, вроде бы и задумка в этих произведениях, которые мы обсуждаем, она хорошая, неплохая, но, блядь, с воплощением трудно. Замок. Замки идея лучше все же. Улис, очевидно. Театр не читал, постороннего читал, очевидно, тогда. Мартин и Дэн, иди нахуй. Не люблю Мартин и Дэна. Советую, типа, Шадов, прочитай про Мартина и Дэна, блядь. Там буква литер или ты, сука, литер или ты, почитай. Вот он тоже стал известным писателем, как ты хочешь. Но в итоге он разочаровался, блядь. Какая-то душа, идите вы нахуй со своим Мартином и Дэном. Улис все-таки сильно сложный и по кайфу, мертвые души прям по кайфу. Давайте так, реально по кайфу. Реально по кайфу. Читаешь, тебе по кайфу. Он смешной, он классный, он пиздатый. Мертвые души это то, что Гоголя прям вот вообще тащит Улисс. Если бы у меня было миллиард лет для того, чтобы разобраться в Улиссе, если бы у меня был миллиард лет, чтобы разобраться в Улиссе, я бы, наверное, признал его лучшим. Это, конечно, более оригинальное, более сложное произведение. А давайте Улиса выберем, забейте. Мертвые души тоже отличный роман, я хотел его выбрать, но давайте изменим позицию. Ну, Заваной, Апельсин, годнота. Блядь, иди нахуй, Гарри Поттер. Пелевин, прости. Ну, блядь, очевидно, Данте. Вот. Да, блядь, вообще без вопросов. Серьезно, надо объяснять. Собор Парижской Богоматери, очевидно. Да, согласен, что я. Вот проблема-то еще и в том, проблема-то еще и в том, что есть, ну, пусть будет Зов Ктуху, вроде его я читал, кстати, ну. Ну, Мастер и Маргарите, первая глава прям гениальная. Давайте так. Ричард Бах, Чайка Джоната Ливингстон. Мне кажется, текст этой Чайки, он лучше, чем большая часть книжки Мастера Маргарита. В Мастере и Маргарите есть прям охуенные гениальные моменты местами, но есть и просто невыносимая скука. Прям вот. Прям вот невыносимая скукотень. Ну, ладно, все-таки за первую главу здесь протащу. Стой пока. Маленький принц претендент на победу. Ну, в финале с Фаустом он проиграет Фаусту. если он попадет в финал с Фаустом. замок, очевидно. Дюна. Солярис. Возможно, Этьер, возможно. Но я просто заранее говорю, что мне трудно читать очень тяжелые, сложные такие вот тексты гигантские. То есть, да, когда начинается... Тем более, я не люблю это в художественной литературе, которая в том числе имеет смысл в том, чтобы меня развлечь в том числе, да, как бы, ну, как развлечь, чтобы я провел досуг каким-то образом. Если мне приходится мучиться и вычитывать, как там Анна Каренина, она переживает, сука, там, на протяжении 20 тысяч страниц, и ты такой, блядь, я тоже уже переживаю за то, что эта хуйня никогда не закончится, да, мне просто больно. Мне просто больно это читать, я чувствую, что я вот время свое трачу, мне очень грустно, скучно и хуево, я понимаю, что я могу поиграть, я могу сам книгу написать лучше, да, я могу там еще что-то сделать, я могу секс-зависимость Рома Желудя прочитать в конце концов, наконец-то. У меня книжки по философии лежат более прикольно написанные, более там как-то, там больше идей, да, на секунду текста можно отыскать. То есть я понимаю, что я могу провести свое время куда лучше и мне эту книжку хочется отбросить сразу. У меня холерический темперамент довольно-таки, мне трудно воспринимать медленные произведения, я фильмы медленные, мне трудно смотреть, музыку медленную трудно слушать. И с книгами то же самое, если ритм повествования медленный, мне сложно это читать, но Гюго у него обычно сложный ритм, медленный тоже. У Франца Кавки тоже медленный. Ну, а стилистика это важно. Белую гвардию я не читал. Согласен, что я. Солярис пусть будет. Хотя человек, который смеялся, легенда. Ну, маленький принц здесь побеждает. Я просто рассказываю, что меня развлекает Этьер. Понимаете, я рассказывал, что меня не то, что развлекает, а меня и дум, подумать, да, меня вынуждает, то, что мне нравится. Я рассказываю про то, что конкретно мне в данном случае нравится, а не про то, что хорошо вот в абстрактном таком виде. У нас тут как бы и процесс, и замок довольно скучно стилистически написанные произведения побеждали все это время. И Собор Парижской Богоматери, который стилистически для меня больно написан, победил другое произведение, которое для меня стилистически написано куда лучше. То есть Лолиту. Лолита для меня лучше. Просто. Просто лучше написано. Мне ее удобнее читать. Ее я легко могу перечитать в любую секунду. А вот Собор Парижской Богоматери, я понимаю, что мне надо гигантский дел... Мне надо, короче, взять его на очень большое длительное время сосредоточиться, так, да, сосредоточиться, и только потом приступать к ее чтению, и это все время я буду страдать очень долго. Ну ладно, пусть будет ревизор, действительно. Здесь замок как раз. Собачье сердце. Ну не, сорян, Диона, до свидания. Без шансов, сорян. Я думаю, объяснять не надо. Фауст тоже без вариантов объяснять не надо. Маленький принц объяснять тоже не надо. Данте или Герри объяснять не надо тоже, почему побеждает. Фауст Гетте не надо ничего объяснять, это что, объяснять что ли надо? Ну здесь заводной апельсин повеселее, поинтересней. Ну это мог бы быть и финал тоже на самом деле, но побеждает Фауст, хотя Данте или Герри божественная комедия это, конечно, шедевр тоже, литература, это хит. Это прям, ну это прям реально вот, это божественно, это божественно, это круто. Вот, Фауст проходит дальше, ну и понятное дело Маленький принц проходит дальше, финал Маленький принц против Фауста Гетте, обе гениальные книжки, оба шедевра, обе очень крутые, Маленький принц заебись, жалко здесь Алисы нет, Алиса могла бы быть вот здесь на ее месте, на самом деле, Алиса слилась. Почему принц, объясни. Это очень хорошо стилистически написанное произведение, это раз, очень удобно читать, очень хорошо читать, очень приятно читать. В ней множество всяких воображаемых элементов, отсылок, образов, очень красиво написано, да, более того, идейности там очень много, разного рода, там он и математиков как-то подъебывает, там еще какие-то идеи озвучивает. Да, в Маленьком принце идеи варьируются от хороших, в том числе, достаточно, гениальных, да, плюс-минус, от очень наивных, да, это правда, то есть там есть наивные места, где он там с этим лисом сидит, да, ты меня приручил, да, я тебя приручил, ну, блядь, и все такое. Да, это тривиально, это хуевые, ну, это тривиальные моменты, но есть также и моменты, где, например, король на своей маленькой планетке сидит и командует всем вокруг, маленький принц приходит, а что ты тут командуешь, ну, тогда я ему пересказываю кратко. Он говорит, а я тебя не буду командовать, солнце не встанет, да, я вот, солнце встает, я ему командую, солнце, блядь, вставает, соответственно, это охуенный образ, это, блядь, может быть, даже в каком-то смысле, и таких образов там много, то есть путешествие по планетам маленького принца очень символично, очень сильно и круто сделано, очень, очень хорошо, в общем-то, очень хорошо, очень хорошо. Действительно, маленький принц, он себе и какие-то тотальные тривиальности содержит, поэтому нравится маленьким девочкам такие очень крутые, гениальные моменты, за которые это произведение стоит действительно ценить. Это реально, это очень хороший текст. В мировой литературе таких не очень много, на самом деле. Это очень хороший текст, рекомендую. Вот, ну, фаул, конечно, побеждает. Ну, понравилось, да. Сейчас. Так, как у других там, ну, все понятно, статистика, как у других. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Нормисы. Ну, блядь, ёбаные Нормисы. Как же они? Как же они всё про это? Про обсирали, конечно. Ой, блядь. Ой, нахуй. Ой, сука. Ну, хоть не Толкин и... Ну, было бы забавно, если бы был Гарри Поттер, Толкин и Ведьмак, блядь. Ведьмак. Ведьмак, нахуй. На-на-на-на. И пошли с мечом драться. Кринж. Ну, Нормисы, конечно, да. Нормисы всю статистику проебали нам тут. Субтитры сделал DimaTorzok